Привет! Это инспектор ЗОЖ в Петербурге. Сегодня мы приехали на тренировку по сквошу в РЦ Клаб. В Петербурге всего три места, в которых можно поиграть в сквош. Нам повезло, мы нашли одно из них. И вместе с нами сегодня будет проводить тренировку кандидат в мастера спорта, тренер по сквошу Катерина Глинчикова. Привет! Катерина, добрый день. Добрый. Это один из немногих людей в Питере, который знает сквош от ИДУ. Поэтому сегодня мы зайдем вот в эту комнатку, да, на этот корт неумехами, а выйдем, ну, примерно людьми, которые представляют, что такое забава сквош. Катерина, пойдемте. Совершенно верно. Хорошо. Спасибо. Так, расскажите, какие размеры здесь корта? Сколько здесь у нас? Одно из главных правил безопасности на сквош-корте – это закрыть дверь перед тем, как залезть. Так, чтобы мячик не вылетел, да, никому? Да, чтобы не удариться, в стекло не попасть и так далее, чтобы было полностью закрытое вакуумное пространство. Так, ну все, мы закрылись отсюда, спрятались. Да, в общем, мы на сквош-кортим. Так, с какой размером? Размеры, как вам кажется, на первый взгляд. Так, ну сколько метр? Туда 10, 10 на 6 или где-то, нет? Да, ну, примерно, да. Все из 4, 9 на 7, диагональ 10 метров. 10 метров диагональ. Так, я вижу два квадратика, куда нам встают играющие, да? Да, да. Все линии на сквош-корте что-то значит. То есть мы видим по периметру. То есть нельзя бить выше, да? В том числе здесь линии, боковые линии и верхняя стена, фронтальная тоже, 4 линии. Это линия аута. То есть выше нельзя? При попадании мяча в линию либо выше – это аута. А, вот так даже? Да. А в Тенессе считается, по-моему, если в линию попал? Да, если линию попал, у нас есть ли линия. Сквоша способна. Хорошо. Дальше. Одно из самых главных – это фронтальная стена. Вот эта передняя. Да. Главное, она считается, потому что мяч засчитан в том случае, только если он долетит до фронтальной стены. Ага. А надо выше линии или ниже? Сейчас расскажу. То есть можно бить в любую стену. Так. И в этом и заключается основной интерес игры в сквош, то, что мы играем в любую стену, в боковую. В том числе можно отбивать мяч об заднюю стену. Даже в стекло, да? Даже в стекло, да. Но мяч должен обязательно с одним касанием об пол. Одно касание. Одно касание пол. Ударится об стенку. Ударится о фронтальную стену, переднюю, да. Также можно бить с лёту, как и в любом другом виде спорта, для ускорения игры. Без касания на пол. Так. Также на фронтальной стене находятся, как мы видим, три линии – верхняя, средняя и нижняя. Под нижней линией находится акустическая панель. При попадании в неё мяч тоже считается аут, но мы его называем даун. Даун? Да, в ней мы можем подойти и под... Дау, вниз. Да. То есть здесь такая вот жестяная... При попадании в мяча разный отскок, и мы понимаем. То есть нам нужно играть все мячи выше вот этой вот нижней линии. То есть если сюда попал, по звуку слышишь, то не туда. Да. И средняя линия, она нужна только для подачи. В обычном розыгрыше мы на неё не обращаем никакого внимания. То есть при подаче надо подать... При подаче нужно подать выше этой линии и ниже, чем верхняя линия. А при игре надо постараться сюда подать, да? Можно бить куда угодно, мяч может быть везде, но выше, чем вот эта нижняя линия. Ага. То есть главное до той красной линии, да? Ага. Понятно. Так. Также на полу мы видим два больших квадрата. Правый квадрат и левый квадрат. Так. Это, наверное, куда встают участники, да? И в каждом тоже по маленькому. Это тоже квадраты нужны исключительно для подачи. То есть если я попадаю с правого квадрата, мне нужно попасть мячом выше средней линии и попасть в противоположный большой квадрат соперника. А покажите, как это выглядит. Обязательно покажу. Так. Квадрат выше линии. Ага. Да. И я вот... А другой человек должен стоять вот здесь, в квадрате. Да, и принимаете, да. Отбиваете. На приёме только в квадрате стою? Нет, в большом. В большом, да? Да. Где угодно. Где угодно. Только на подаче я встаю в маленький квадрат. При подаче. При приёме подачи просто стоите в квадрате. Так, так. А если вы подаёте с левой стороны, соответственно, в правый квадрат, то я, как подающий, должна стоять в маленьком квадрате. Так. Хотя бы одной ногой подать мяч выше, чем средняя линия, и попасть в ваш правый противоположный квадрат. Ага, то есть если вы не попадаете... Да, если я попадаю в аут, то переход подачи. Переход подачи. Если я подам ниже, чем средняя линия... То есть, в отличие от тенниса, одна попытка, да, получилась? Одна подача, да. Прежде чем вы меня будете гонять по корту, я хотел спросить, у вас ракетки какие-то особенные, да, для скрошек, не такие, как для тенниса? Да, у нас немножко ракетки отличаются. Они покрупнее, чем бадминтонные, но поизящнее, чем в теннисе. А для чего вот такая форма делается? Формы бывают разные. Формы бывают каплевидные, бывают круглые. Вот это каплевидные у нас? Это каплевидные, да. Самое главное – это баланс. Как и на всех ракетках, здесь указан баланс. Вот, например, вот эта ракетка, она 125 грамм весит. В среднем, по сравнению с теннисом, там от 300, да, я не знаю, сейчас, по-моему, даже поменьше. Ломается она чаще, да? Да, они очень хрупкие, и в том числе можно сломать непосредственно от соприкосновения со стеной, поэтому сквоши. Второе правило, помимо закрывать дверь, это не подходить к стенам, не подходить к стене на расстоянии ближе, чем вытянутая ракетка с рукой. Ага, вот так вот. То есть вот так вот. То есть вот сюда тебя касается уже плохо. Да, потому что, смотрите, если мяч, например, у нас какая задача вообще в целом, для чего, да, смысл игры? Идет, происходит борьба за центр корта, да, потому что из центра корта можно добраться… Вот эту линию нельзя переходить, да? Нет, вот эти линии, они все условные, исключительно для подачи. А, потом уже мы начинаем размещаться. Да, мы перемещаемся таким образом, что моя задача, если я выполняю удар, сыграть так, чтобы мяч летел максимально близко к стене, то есть вот чтобы вот прям по стеночке. Чтобы я не смог подбить. Да, и чтобы максимально далеко в задний угол, чтобы в тот момент, пока вы бежите за мячом, либо в дальний угол, либо супер вперед, да, и если говорить про диагональ… Ага, супер вперед я уже не смогу, да, чтобы не успеть, да, чтобы сложно. А два отскока уже все, я проиграл, да? Да. В общем, мячи разделяются таким образом, они бывают с одной точкой, точки бывают разных цветов, бывают с двумя точками. А в чем отличие? С двумя точками это профессиональный мяч, отличие в отскоке, то есть для любителей мяч, он вы можете взять в руку, например, сравнить, как прыгают по отскоку самостоятельно. Видите, один более прыгучий, вот. Это для новичков, для того, чтобы им было проще отбивать. Любой мяч, в принципе, да, значит, сколько там, 40 миллиметров в диаметре, вот, он развивает скорость около 100 километров в час. А если в глаз попадет такой? А для этого, например, по международным правилам все дети должны до 18 лет играть в очках. Так же бывают специальные маски. Ну, я могу… Это я не подумал. По поводу, поговорим немножко про технику. Так. Да? Значит, разница… Ракетку можно держать как угодно. Сейчас я покажу, как держать ракетку, так, чтобы мяч, нам нужно добиться эффекта плоского удара. Так. Так как мяч у нас без ворса. Так. И у нас не стоит задачи попасть в корт, то есть нам не нужно его крутить, придавать. Не бойтесь. Даже так. Значит, возьмем ракеточку в левую руку за горлышком. Так. Так. Берем правую руку и ведем по ребру. Так. Берем, 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 ведем, 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 ведем. Так. И соединяем пальчики. Для того, чтобы проверить, правильно мы взяли или нет, первое, должно быть вот это вот крайнее ребро, оно должно попасть в ямочку. Ну, вот так вот тогда. Так, дальше, буква В английская, вот, и дальше вот сюда, может, еще один должен пальчик улезти, то есть если буква О, это пальцы вот так соединяются, да, а если вот так. Вот так, наверное, да. Вот. Бежим или не бежим? Бежим. Бежим или не очень бежим? Так. Бежим? Нет, ну у нас, кстати, датчики, они могут, ну, чуть-чуть пробежимся, да? Так. Сначала бежим, да. Так, по-раз. Разминаем ноги. Так. Потом бежим опять вперед, разминаем сначала вообще полностью, да, пробегаем. Сейчас бежим назад. Спиной. И ракетку все время держим вот так вот. Ну, пока разминаем сюда, причем бы и нет, чтобы привыкать. Так. Так, сейчас делаем приставной шаг. В одну сторону. Держим ракетку, учимся держать себе приставной, очень важно. Разминочная для сквоши, то есть мы вот так вот кладем руку на спину и вот так выравниваем, да, ножки вместе. В одну сторону, да, так, и так же, и так же в другую. Да. Все. И, нет, ну, окей. По-моему, я с другой стороны, да? Да, 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 чуть-чуть назад. Я все время просто думал, как ракета. Да, нет, 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 ну сейчас разберемся с ракеткой, все в порядке. Сейчас по очереди. Один мне. Да, шаг. В сторону шага. Если мяч улетит на меня, я от него отхожу и потом опять делаю шаг на мяч. Ай. Сейчас мы попробуем пока на близком расстоянии и потом постепенно будем отходить назад, назад, назад. Еще повыше. Так, хорошо. А сейчас попробуем использовать боковую стену. Молодец. Вот, обычно мы общие впечатления ставим в конце, а я сейчас хочу начать с них, потому что мне лично здесь очень понравилось. С точки зрения полного, что я вот пришел в раздевалку с теплым полом, переоделся, пришел на освещенную площадку. С хорошим кондиционером. Да, с хорошим кондиционером. Там вот играют люди, но они абсолютно не мешают. Вот, поэтому я за общие впечатления сразу ставлю пятерку. Ура! Так, давайте попробуем теперь на счет. Давайте попробуем на счет. Развернуться лицом на сцену, шаг назад. А, да, 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 с правой ноги. За линию, за линию. Ага, за линию, так. Да, здесь получается мертвая зона. Так, а нога какая впереди? Левая. Угу, так. Да, такого хитрого я не ожидал. Ну, он мне очень хитрый был. Один человек стоит, раскидывает, другой бегает. Да, получается, вы себе представили, да, это расстояние. Вы теоретически должны, то есть для такого старта, четкого старта, конечно, необходимо, чтобы кроссовки не проваливались. Ну, и сейчас на собственном примере убедились в том, насколько важна, в принципе, оба. Да, друзья, вот обратите внимание, если придете играть с квош, именно на ов. Я уж не говорю про эти черные подошвы, вот, но самое главное, чтобы оба была удобная. И, как я понимаю, остальное все, вот ракетки, мячики, здесь все дадут. Конечно, да. То есть ракетки, мячики, даже, я больше сказал, свет включат, чтобы в темноте не играть. И водичка, весь бойлер с водичкой. О, даже водички нальют. Поэтому за оснащенность можно смело ставить пять. Ну, я не знаю, если вы привереда, что вам еще нужно для тренировки по сквошу? Конечно, да. Так. Мы, на самом деле, огромное количество вопросов еще не осветили и не рассказали, не показали, но... Ну, что делать, да, время, потому что, видите... В следующий раз придется, да. А много людей приходят, да, в тренировки? Да, достаточно много. То есть я вас слышал, вот сейчас там играют люди, вот парень пришел к вам на тренировку. Если вы сейчас, правда, везде корты заняты, сквош очень популярная игра в узких кругах. Это давайте еще скажем, что мы еще приехали в такое время-то, да, посреди рабочего дня. Конечно. А вечером, наверное, выходные, наверное, постоянно запруживают, да? В основном у нас очень много проводится различных турниров. Среди любителей, полупрофессионалов, даже профессиональные турниры проводятся. И самый последний секретик, ну, даже не секретик, а, так скажем, одно из правил, да, так как сквош контактный вид спорта, и мы постоянно находимся рядом. Да, с пакеткой там по лбу не залепить. Да, у нас есть понятия, определяющие, юридически, так скажем, кто прав, кто виноват. И тогда, если происходит такая ситуация, что вы стоите у меня на линии удара, я останавливаю руку, то мне дают это очко автоматически. Но если, допустим, я стою здесь, я хочу сделать замах, но мне неудобно, я чувствую, что я могу... Попасть. Либо у вас попасть, либо мой удар может сорваться из-за того, что я задену вас, я не смогу отбить. Я также студию прошу, показываю там пальчиком, либо смотрю на него, говорю. Я останавливаю игру, и студия видит о том, что действительно помеха, и он говорит, окей, переиграйте. Какие интеллигентные, какие сквоши. А до драк не находила? Ну, всякое бывает, но действительно сквош является интеллигентным видом спорта, поэтому у нас, конечно, и дресс-код, и правила различные. И одно из них в конце игры мы обязательно друг другу пожимаем руку. Вот мы сейчас пожали руку, да. Благодарность, да, и уважение к игроку, что очень важно. Ух ты, и мячик вообще не... Сейчас мы видим, как играют профессионалы, занимающиеся не один десяток лет этим прекрасным видом спорта, но есть один нюанс, что сквош доступен любому человеку, причем с любым уровнем начальной физической подготовки. Даже если вы никогда ничего не занимались, никаким видом спорта, вы можете прийти сюда, взять ракетку, поиграть час, как мне сказали, если бы мы не разговаривали, я бы был бы весь в мыле уже. Вот видите, я еще стою более-менее сухой. Вот, и через час вы уже увидите свой прогресс в своей игре. Потому что сквош очень демократичная игра в этом плане, хоть и позиционирует себя как элитарный вид спорта. Вот, и еще очень немаловажный момент, мы сейчас очень много времени уделяем, сидим за компьютерами, гаджеты, зрение падает, а сквош, этот маленький мячик, ты постоянно за ним следишь, это отличная тренировка для глазомера. Поэтому, друзья мои, если вы придете, поиграйте час, вы сразу поймете, почему я ставлю сегодня за доступность сквоша 5 баллов. И общая оценка у нас получается 25 баллов максимум. Сквош сегодня выбивает идеальную оценку. Ну что, я поиграл в сквош, приходите вы. Могу вас уверить, что это очень увлекательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!